Всем привет! Вы смотрите Афишу на городском телеканале ЮТВ. В этом выпуске расскажем вам, чем заняться в городе в начале недели. Арт-хаус-клуб вновь приглашает на кинопоказ. На этот раз покажешь картину «Если» 1968 года от британского режиссера Линсея Андерсона. Играйте, но не путайте одно с другим. Возможно, кое-кто из новичков слегка сбит с толку множеством событий, случившихся после их прибытия. Но вы скоро привыкнете. Помните, что в жизни надо не только брать, но и давать. Действие происходит в английской частной школе для мальчиков. Главные герои не готовы терпеть телесные наказания от учителей и поборы от более старших учеников. Они решают противостоять школьной системе. Поэтому начинают расстреливать учеников из автоматов. Учителя отвечают на эту атаку. Завязывается перестрелка. Вообще, Линсей Андерсон – оскароносный режиссер. Премию ему в 1954 году принесла короткометражная документалка «Дети четверга». Но фильм «Если» также не прошел бесследно. Эта картина ассоциируется у многих с контркультурой 1960-х годов. Посмотреть можно в арт-хаус-клубе библиотеки имени Кропской 5 марта в 17.00. В киноцентре «Космос» 5 марта покажут спектакль в рамках проекта «Сиэтэ Айчди». И на этот раз это будет «Макбет» по одной из самых узнаваемых пьес Шекспира. Это постановка, режиссерский дебют лауреатки премии Лоуренса Оливье и в «Бест». Так что сходить посмотреть спектакль стоит. В первую среду каждого марта люди во всем мире отмечают день чтения вслух. И в преддверии такого дня библиотека Крупской проводит акцию. Итак, для акции «Читаем вслух» был выбран роман Даниэля Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Круза». Каждый желающий может прочитать какой-то отрывок из этого произведения. Для этого необходимо лишь выбрать то, что вы хотите прочитать и сообщить о своем решении организаторам. А само событие пройдет в библиотеке Крупской 6 марта в 15.00. 7 марта в Оренбурге выступит Линда. И вы ее точно знаете, ее творчество необычно, ее невозможно отнести к какому-то определенному жанру. Кроме прочего, за всю свою карьеру она продала около 5 миллионов экземпляров своих альбомов по России. Два ее альбома, кстати, стали платиновыми. А в 1997 году Линда собрала вместе 450 тысяч зрителей, что было рекордно для российской эстрады. Послушать ее снова вы сможете уже 7 марта в 20.00 в развлекательном комплексе «Панкратов». Вечером 8 марта вы сможете посмотреть постановку одного из московских театров. Называется спектакль «Ты будешь мой». Сюжет такой. Известный артист Максим Романов теряет жену и отправляется в запой. Он случайно заливает свою соседку Катю, и это становится поводом для знакомства. Герой готов заплатить за ремонт, но Кате не нужны деньги. Теперь ей нужен сам актер, потому что она узнает в нем знаменитость. Однако Максиму все это не нужно, и он пытается дать отпор своей фанатке. Исполнят главные роли, кстати, актеры Денис Матросов, Екатерина Волкова и Полина Барунова. Теперь про репертуар драматического театра. 5 марта можно будет увидеть спектакль в одном действии «Позови меня в прошлое». 6 марта в театре комедия «Боинг-боинг», 7-го – «Косатка», а 8-го смотрите «Любовь и голуби». Вы смотрели афишу на городском телеканале ВИТВ. Ходите на события, делитесь впечатлениями и рассказывайте нам о том, что интересного проходит у нас в городе, чтобы мы также были в теме. До встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова